привет народ с вами варчик в этом видео хочу вам посоветовать установить решает и не просто как все там многие советуют установить решает что-то там выбирать что-то куда-то совать там непонятно что делать принимать какие-то там решения что там больше фпс повышает понижает а что-то сидишь там выколупаешь занимаешься какой-то ерундой и того про муздыкаешь с этим непонятно сколько времени и непонятно какой результат получишь тут все готово прям как какой-то мини модпак здесь решает уже с такими предустановками все готово и просто есть инсталлятор маленький устанавливаешь и все готово в нем также можно установить также можно и удалить все очень просто ссылка будет в описании на экране вы видите насколько меняется картинка насколько все становится лучше и ярче и помимо этого четче четкость просто офигенная самая большая пубга проблема это то что здесь сглаживание очень не сглаживание а скорее размытие какое-то и когда ты даже на максимум ставишь сглаживание то она просто размазывается и непонятно что там она размазня какая-то где-то по кустам бегает очень сложно поймать врага один там находится если убрать залаживание то начинаются какие-то лесенки и все такое вот квадратное какие-то там решетки на дальняке дергаются все время непонятно враг это или текстурка дергается очень сложно что-то разобрать и глаза можно сломать переходя из другой игры в пух очень сложно при вообще приспособиться к тому чтобы замечать врагов и это даже касается не только там всяких танкистов допустим у которых в игре враги подсвечиваются обводится контуром и сверху еще панелька хп а здесь еще проблема в том что чисто визуально нифига не видно все либо все размытое настолько что непонятная размазня либо все настолько в лесенках и пикселях шоу не ясно что это там дергается вообще при том что текстурки на дальняке тоже дергаются и ну просто вообще шок что же происходит когда мы устанавливаем этот решит там есть во первых изменение яркости изменение цвета но при этом при всем также еще есть более выраженная текстура более объемная выдавленная и все становится более такое четкое меньше становится от этих лесенок все становится более такое выделенная и четко понятно где что где находится при этом при при желании можно поднастроить все самому то есть это обычный решает просто с предустановками на сайте там все описано правда по-английски но я думаю там все понятно даже если вы не особо в английском разбирайтесь fps потратите сколько ну в пределах 2 5 написано на сайте я по сути вообще особо не заметил потери fps я заметил то что я хотя бы четко вижу врагов 2345 fps который я потеряю лично для меня это не катастрофично если для вас это катастрофично вы в любой момент можете второй раз зайти в этот инсталлятор и нажать кнопку удалить также можно в игре нажать shift плюс f2 то есть нажимаете две кнопочки открывается менюшка в конце видео все будет подробно там показано куда тыкать там можно все эффекты включать выключать также можно перейти на соседнюю вкладку из основной и performance мод поменять на configuration вот в этом моде мы можем каждый эффект менять ползунками полностью изменяя их под себя что вам нравится нажимаем в игре shift плюс f2 открывается у нас менюшка решей да на вкладке home на этой вкладке мы можем включать и выключать те эффекты которые у нас установились автоматически они сразу уже настроены если вас все устраивает а вы можете посмотреть у меня на видео как она выглядит при этих настройках при этих эффектах и если вас все устраивает ничего не менять просто пусть так будет как есть если же вас что-то не устраивает переходим на вкладку с этим x и в вкладке с этим x переключаем performance вот на configuration вот в configuration моде мы можем перейти назад в куба вкладку home каждый эффект менять так как нам нравится так что настроили возвращаемся назад на вкладку settings и configuration вот меняем на в performance мод решет все у нас сохраняет и с fps становится более стабильным если этого не сделать то могут быть какие-то подлоги в configuration моде мы должны менять настройки а в перформансе мы уже как бы пользуемся им также в решейде еще можно настроить сам решет посовывать ползунки цвета туда-сюда и принципе можно там настройках полазить это уже на ваше усмотрение можно еще включить fps в правом верхнем углу нажал на кнопку шоу фпс также можно еще включить время если она вам надо на экране также и цвет можно поменять всего этого добра вот так вот принципе она и настраивается ах да также еще есть кнопка которая включает выключает это все добро прям можно в игре это нажимать кнопка insert включает также она и выключает решает и не надо никуда ничего заходить по поводу настроек которыми пользуюсь я установил я этот решает с предустановками все готово ничего нигде не менял все как было так и есть вообще ничего не менял просто показал вам как можно его менять если она вам надо по поводу настроек игры у меня стоит все на минимум кроме текстуры текстуры стоят на высоко если у вас видеокарты не сильно мощная то текстуры тоже лучше поставить на минимум если у вас видеокарта на 2 гига то можно попробовать на среднее если больше 2 гигов то можно поставить попробуйте на высоко вот в принципе и все с вами был парчик играть красиво всем пока пишите обязательно комментарии возможно я чем-то вам помогу